Следующий вопрос. Можно ли сказать, что клад ограничивается лишь золотом или и серебром? То есть, если ты, например, нашел полный сундук бронзовых монет, и эти бронзовые монеты остались со времен Новохудоносора, например, то это называется кладом или не называется кладом? Вот этот вот вопрос. Говорит Ибн Кудамас Иль Мухни, говорит Ибн Кудамас в своей книге Аль Мухни. Сыфа Террикас Аль-Лазихи Иль Хумус. То есть, что такое? Клад, из которого нужно выплачивать пятую часть. Это все, что называется имуществом в различных его проявлениях. Или какие-либо сосуды, то есть драгоценные и тому подобное. И это мнение Исхака, а также Абу Убейда, а также Ибн Мунзира и ханафитов. И это один из двух реворятов от имама Малика и одно из двух мнений имама Шафии. И второе мнение в этом вопросе. То, что кладом называется или из клада нужно выделять пятую часть, только если этот клад состоит из золота и серебра. Так, с любого клада берется, отдается точнее пятая часть. А также потому, что не только золото и серебро, но и бронза, и свинец, и так далее, называется чем? Поэтому обязаны выделять из этого клада, то есть кроме золота и серебра, также пятую часть, подобно трофею. Более правильное мнение, что пятую часть клада нужно выделять в любом случае, будь то он из золота и серебра или из каких-либо других материалов. Теперь к вам вопрос. Как так? Мы же сказали, что полезные ископаемые не входят в понятие клад. Вместе с этим мы здесь перечисляем свинец, бронзу, медь и тому подобное. Нам. То есть мы говорили об этом ранее, что если бронза, медь и так далее в форме монет пришла, или в форме сосудов, или в форме чего-то уже добытого и переплавленного, так тогда это клад. А если оно продолжает находиться в горных породах и так далее, тогда это называется полезным ископаемым.